Всем большой привет! Сегодня я наконец-то приготовлю беляши. Я буду делать дрожжевое тесто безопарным способом, и для этого мне нужно взять быстродействующие сухие дрожжи. На них таки пишутся, дрожжи быстродействующие, и обязательно смотрите на срок годности, чтобы они были не просрочены. В 270 грамм просеянной пшеничной муки я добавляю чайную ложку без горки дрожжей, 2 чайные ложки сахара, пол чайной ложки соли, перемешиваю ложкой все сухие ингредиенты, добавляю сюда 1 столовую ложку растительного масла, и добавляю сюда 200 грамм теплой воды. Тесто буду замешивать миксером на маленькой скорости 5 минут. При необходимости немного припыляем руки мукой, и посмотрите, какое живое, очень мягкое и нежное получается тесто. Здесь совсем немного муки, поэтому оно липкое, но этого не нужно бояться. Тесто перекладываю в миску, присыпанную мукой, накрываю пищевой пленкой и оставляю на 30-40 минут. Пока тесто подходит, я займусь начинкой. Для этого я беру одну большую луковицу весом 160 грамм и нарезаю ее кубиком. Я буду лук обжаривать, потому что мне так больше нравится, когда в беляшах лук обжарен. На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук буквально до прозрачности, не нужно, чтобы он очень сильно зажаривался. Лук у меня полностью остыл, теперь мне нужно перемолоть его на мясорубке вместе с мясом. У меня здесь где-то 50 грамм говядины, но вообще, я, насколько знаю, то беляши делают из баранины, но можно взять любой тип мяса. Мясо солим и перчим по вкусу. В принципе, сюда можно добавить сырой лук, но мне нравится больше с обжаренным, потому что он тогда нежнее и не такой острый получается. Вот так вот хорошо подошло тесто. На это может понадобиться и 1 час. Все зависит от температуры в помещении. Чем теплее, тем быстрее оно подходит. Тесто я выкладываю на припыленную мукой поверхность. Оно очень нежное и очень воздушное. И липнет к рукам. Поэтому при необходимости руки обмакиваю в муку. Тесто у меня получилось общим весом 504 грамма. И я его разделяю на 8 равных частей весом около 60 с копейками грамм. Можно при помощи скалки, а можно вручную сделать из шарика вот такую лепешку. Я стараюсь, чтобы края были чуть тоньше, чем вот эта вот серединка. Сюда по центру я кладу шарик теста весом приблизительно 45 граммов. И собираю вот это все вот такую вот штучку. Хорошенько скрепляю тесто в мешочек. Теперь нежно вот так вот его придавливаю, чтобы фарш разошелся и сформировался такой небольшой беляшик. Также можно делать открытые беляши, но я, если честно, не очень люблю открытые, потому что они мне кажутся слишком жирными. Чтобы тесто не подсыхало, накрываем его полотенчиком или пищевой пленкой. Здесь у меня готовые беляши, а здесь шарики теста. Когда мы уже сформировали беляш, то вот так вот его обтряхиваем от лишней муки, чтобы она не горела, когда мы будем его обжаривать. Жарить беляши я буду вот такой вот сковородки с высокими стенками, чтобы не было лишних брызг. Видите, масло хорошо уже прогрелось, идут пузырьки. И выкладываю сюда чебурек. Ой, беляш! Обжариваю я 8 минут на небольшом огне, переворачивая 2 раза. Смотрите, они уже так хорошо пузырятся. И спустя приблизительно 3 минуты я переворачиваю первый. У меня на плите максимальный огонь 9, я жарю на 4,5. Посмотрите, какие они красивые получаются. Этот еще не подрумянился, но я буду переворачивать еще раз. Теперь я переворачиваю еще и буду жарить приблизительно по 1 минуте с каждой стороны. Посмотрите, какие они чудесные. Получается, что внутри мясная начинка, а сверху такое хрустящее тесто. Теперь давайте раскроем. Какая красота! Посмотрите, какие они получаются внутри сочные. А тесто какое пушистое. Теперь давайте будем пробовать. Это как на рынке. Даже вкуснее. За счет обжаренного лука начинка получается слегка сладковатая. И тесто такое воздушное, мягкое, начинка сочная. Но очень вкусные беляши получились. Я очень надеюсь, что вы приготовите по этому рецепту. У вас все получится и все вам понравится. Два совета. Берите обязательно сковородку или кастрюлю с высокими стенками, чтобы не было брызг. При этом старайтесь отрегулировать нагрев, потому что они могут сгореть снаружи, при этом внутри остаться сырыми. Я жарю по 3 минуты с каждой стороны, потом еще по 1 минуте. Итого 8 минут. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Я же прощаюсь с вами. Всем пока, до новых вкусных рецептов! Субтитры сделал DimaTorzok